Ну что ж, продолжим, да? Дело в том, что мне нужно выпилить две одинаковые такие боковинки. Одну я уже сломал по неопытности. Вот эта часть отвалилась, слишком тонкая тут. Ну там по чертежам так, там вообще металл не рассчитан, да? Ну и, в общем, вот две штучки, две штучки, штучки-дрючки. И теперь, как бы, я натащил из кладовки еще кучу инструментов, уже не знаю, куда девать. Надо сейчас убрать сначала все. Ну, поначалу, вот, выпилим. Вот так вот. Так будут удобнястенькие. Вот так вот. Вот так вот. Так вот что-то штучки. Так вот. Вот так вот. Так вот. Так вот, тw, Stephanie. И так вот illuminated. Поломать бы второй раз, ведь оно может встаться, ребята. Я не думал, что она ломкая, эта штука, она такая гибкая, ужасно. Оказалось, нет, 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 есть пределы этой гибкости, кстати, насчет клея, эти дихлорэтан, я думаю, мы когда-то пользовались им, я служил в химических войсках, и там у нас этого дихлорэтана, мы просто завались бы. Они тут разливают дихлорэтан по бутылочкам, продают задорого. Так, ну, осталось немножко. Потом все подгоним. Есть. Есть. Так, где-то моя... Суликова. Где-то у меня еще такие были зажимчики, надо поискать в запасниках. Ну, тут почти готово. Ну, в общем, остается пройтись по этим, сравнять эти... Будет слабенько. Сначала грубенько так это... К ножичкам. Пока... Эти вещи не сравняются. Так. Вот так. Так. Теперь надо определить толщину ниши под колесами. Это смогу определить тогда, когда я сделаю колеса, или я сейчас помчусь в детский магазин и отниму у детей какую-нибудь монстр игрушку, посмотрю какой толщины там колеса. И по ним сделаю уже толщину вот этого... Вот этой нише. Да? Так. Ну, вот прикупил. Подходящий совершенно. Четыре колесика от машинки строительной. Ну, а дальше здесь надо другую леплямпочку сделать, а здесь заклеить этим полимерной глиной. Будет шикарно. Так. Ну и в общем, теперь мне надо вот таких кружочков наделать и поставить их вот сюда. А, вот сюда. Здорово. Уйди ты мне мешаешь. Уйди ты. А это шаг. Иди ты. А? Сыны шага. А? А. Затрахал. Вот. То есть сейчас я наделаю таких кружочков. Сюда поставлю. И потом буду еще полукруги такие делать. Ну. Так. Так положено здесь. Так. Ну вот. Сделал такую штуку. К ней приклеил сеточку. Пару каких-то бабушечек. Ну, чтобы так немножко на что-то было похоже. Ну, а теперь мне надо за этим сделать такие кожухи, где будут помещаться, что я хотел поместить. Вентиляторы. Вот. Поэтому я сейчас отрезал. Такие квадратики. Ну и. Борта мне надо поделать. Так. Вот остатки у меня всякие. Я ничего не выбрасываю. Так. Пришло вот такое клеймни. Называется профессиональный контакт. Ревель. Ревель это знаменитая фирма модельная для моделистов. Ну и как бы должен он клеить. У меня в армии такой был. Не помню как назывался этот растворитель. Но он всю пластмассу жрал. Так что вот. Будем сейчас сделать. Подумаем какой толщины нам сделать. Бортики готовы. Сантиметр не больше. Я тут заказал еще шкряблку. Не знаете что такое? Это вот. Сейчас я нарисую. Такой крючок. Вот так. Его затачиваешь. Вот так. Делается это из пилки. Вот такой. Обычный. И потом можно шкрябать. И получается хорошая полоска такая. И очень удобно резать. Удобно ее прочерчивать. Так. Но дело в том, что у меня сейчас ее нет. Она придет только в понедельник. А работать хочется сейчас. Посему. Так. Сейчас посмотрим какой величины сделать. Да. Наверное вот сантиметра я сделаю. И достаточно. Вот так. Уже закончить эту часть. Теперь сзади там. Вот. Вот. Ну и ножичком-ножичком прорезаем. Тоже можно. И так. Ну хочется удобства, ребят. Хочется удобства. Вот так. Так. Ну и посмотрим сейчас. Ну и хорошо подламывается. Вот так. Далее. С вами. Чуть-чуть зачистим. У меня есть такие палочки, на которые я наклеил. Ну и. Посмотрим так. Это все два с половиной у меня, да? Две боковины сделать. Так. Попробуем клеёк. Чего ж там? Давайте пробовать. Вот так. Таёлка. Мелкая. Всяких видео, например, не успеешь поставить, он уже прилип. Немножечко. Немножечко. Время надо. Но. Всё-таки. Получается. Ну и так вот по периметру сейчас сделаем. Ну, в итоге получились две такие коробочки, которые я собираюсь сюда приклеить. Сюда. А внутри, может быть, даже подсветка будет. Не знаю. Всяком случае. Всяком случае, я пока сильно приклеивать не буду, подумаю. Вот так. Ну, осталось обточить. Вот хорошенькие коробочки-то. Ну, что я вам скажу. Ну, вот клей очень хорошо работает. С ним можно вот именно. Такие хорошие сейчас эти кожухи для вентиляторов я сделал. Оточил. Выглядит очень прилично. Вот. Ну, а завтра, наверное, буду собирать. Туда ещё вентилятор надо пристроить. Так что, действуем дальше. Ну, вот, дорогие друзья. Делаю так по стихоньку, помаленьку. Я продвигаю это. Я думаю, недели две у меня, наверное, уйдёт на это. Колески эти уже. Считаю, что всё готово. Это очень трудоёмкие вещи. Так что, хорошо, что я их купил. На этом я с вами попрощаюсь. Следующий будет выпуск ещё посвящён некоторым инструментам, которые я докупил. Скоро придут, я вам покажу и расскажу, как им пользоваться. Да? Всем доброго, друзья. Пока. Рекс. Видит вам. Видит вам. Сказали, что не видели эту рожу немецко-фашистскую. Ну, ну, пойдёмте. Переходим к 최고, caso сработаны. Так вот,ああ.